всем привет на календаре 19 февраля пятница вы на канале про деньги и рынки подписывайтесь на канал если вы это еще не сделали не забудьте поставить колокольчик и также приглашаю вас телеграм-канал про деньги рынке ссылка будет в описании под этим видео а также в первом прикрепленном комментарии давайте в этом утреннем обзоре посмотрим на текущую ситуацию обсудим важные новости которые влияют на рынке и попробуем понять вообще что происходит итак друзья давайте сразу начнем с валютной пары доллар рубль на торгах в форексе да то есть на межбанке по сути дела сейчас мы сами наблюдаем что идут распродажу рубля то есть рубль у нас немного но тем не менее продолжает свое падение по отношению к доллару то есть курс рубля по крайней мере на утро находится на отметке 73 рубля 90 копеек фактически 74 курс доллара по отношению к рублю но а что касается нефти то нефть у нас продолжает тоже свою коррекцию вчера мы сами видели первую коррекцию сегодня второй день а цена на нефть марки brent на данный момент 62 доллара 83 цента и вот вопрос да если мы сейчас с вами обсудим новости то по идее эти новости должны наоборот приводить к росту цены на нефть но мы видим обратную историю вот давайте попробуем рассудить вот по этой части а по поводу новостей вот у нас что происходит начнем со статистики да то есть мы с вами видим что по итогам вчерашних цифр вот вчерашних данных во первых американский институт нефти показал сокращение нефти в на 5 и 8 миллионов баррелей а управление энергетической информации с сша то есть это такая более официальная статистика говорит о том что нефти не стало меньше еще на большее количество на 7 и 2 миллиона баррелей то есть количество нефти уменьшилась в запасах по идее это все должно привести к росту цены на нефть но тем не менее мы сами видим обратную историю опять вернемся давайте на графики и еще вспомним о том что в последнее время пока я по крайней мере в последние дни котировки на нефть делали новости так это назовем из техаса это штат в сша а техас это крупнейший регион по добыче нефти и вот эта тема она продолжается мы буквально вчера с вами обсудили новость о том что там из-за непогоды из-за понижения температуры остановилась добыча нефти плюс переработка а также наблюдается отключение электроэнергии там более 200 тысяч человек находится без электричества но по крайней мере по данным из-за интернета кто сейчас может быть из вас из техаса меня смотрит напишите какова там история если конечно у вас есть электричество интернет ну да ладно так вот речь идет о чем речь идет о том что по последним данным значит снижение добычи нефти в техасе уже не один миллион баррелей в сутки аж 4 миллиона баррелей в сутки то есть это достаточно а серьезный прецедент и вот эта история возможно и привела вот к той статистике которую мы увидели но отчасти по крайней мере но и что дальше а дальше здесь мы сами наблюдаем вот небольшое несоответствие то есть падение запасов в сша плюс падение добычи в сша но и при этом падение нефти в котировках до последних два дня ответ здесь очень простой дело в том что вот это последнее движение котировок нефти который мы сами наблюдали она опять таки связано вот с этими новостями из техаса и это не что иное как именно спекулятивные действия то есть спекулянты грубо говоря загнали бумажную нефть из такого понятия вверх и сегодня мы с вами видим просто напросто снятия перекупности с техническое снятие такого вот напряжения и мы вчера кстати об этом говорили что нефть на самом деле перегрета вот собственно говоря пока что и все а фактически да что мы еще можем сами наблюдать другие новости по крайней мере которые тоже формально могут иметь отношение к нефти это дело в том что в соединенных штатах америки заговорили о том что они готовы опять вернуться за стол переговоров по я иранской ядерной программе эта новость она имеет отношение опять-таки к рынку нефти а почему потому что иран это крупнейший добычек нефти по крайней мере из опек из этой организации если сша готовы вернуться к переговорам это значит что теоретически они могут снять санкции с тегерана что свою очередь предполагает новую нефть и для рынка собственно говоря и дополнительные баррели которые могут немножко внести коррективы да вот в борьбе по изменению запасов мировых запасов нефти вот такая вот история вот такие вот новости но и что еще и все-таки опять рынок еще сейчас немножечко начинает воспринимать и учитывать новости относительно опек плюс повторю 3 марта у нас будет заседание и уже все наверное источники написали что вероятно с апреля будет постепенное плавное увеличение добычи нефти поскольку котировки уже но относительно выросли да то есть по крайней мере ситуация более или менее по ценам на нефть растет ситуация неплохо но с другой стороны все-таки опасения увеличения добычи они могут некотор неопределенно снести и на этом фоне естественно спекулянты тоже начинают фиксировать вот этот рост то есть мы сам видим что рост у нас идет с начала февраля а серьезной коррекции мы так с вами и не увидели поэтому она назревает так что еще у нас из новостей коротко дело в том что вот продолжение энергетической темы это тоже очень важно для нас понимать поскольку очень много в последнее время разговоров ходят по поводу альтернативной энергетики по поводу рынка нефти что нефть постепенно будет закат и так далее нет давайте вот смотрите какую историю разберем дело в том что крупнейшая европейская компания германская компания под названием rw е которая занимается выработкой электроэнергии путем битрюк ветряков то есть ветровая электроэнергия она представлена в том числе и в техасе на побережье то есть там она тоже работает и там добывает электричество для того чтобы снабжать все население какие-то может быть мелкие производственные объекты так вот вот эта непогода вот эти заморозки в том числе выбили из строя и ветряки этой компании то есть сейчас электроэнергия не вырабатывается а обязательства существуют и они вынуждены покупать электроэнергию в там не знаю может быть не в 2 но за очень дорого для того чтобы свои обязательства по поставке электричества обеспечить соответственно вот этот фактор и вообще вся эта ситуация в техасе она тоже является некоторым показателем до надежности таких источников энергии как нефть газ и уголь поэтому вот эта история она может быть конечно не является прям полностью меняющая ситуацию но в любом случае мы должны понимать что альтернативная энергетика сколько бы про нее много не говорили она не может полноценно полностью заменить вообще на собой традиционную энергетику исходя из этого конечно мы можем с вами предположить что те же нефтяные компании которые добывают нефть уголь и газ природные они конечно же будут еще существовать и я думаю пока оставить точку в этом отношении не приходится и полностью перекладываться прям в альтернативную энергетику даже с точки зрения покупки акций этих компаний я думаю что здесь пока в этом смысла нет так но еще одна новость и эта новость уже касательно нашего цб центрального банка эльвира набиуллина мы давно они не слышали в кавычках буквально недавно обсуждали ее последнюю пресс-конференцию короче набиулина вот буквально за последние сутки заявила о том что в ближайшие три года центральный банк уже будет возвращаться вот так называемую нейтральному уровню процентной ставки это примерно около 5-6 процентов то есть если говорить еще по-другому и проще выражаясь то центральный банк просто-напросто будет поднимать ключевую ставку на ближайшие три года к чему это может привести но формально вот с точки зрения такого знаете с губа такого финансового подхода да и вообще на понимание процентно ставки то логика такая процентно ставка это не что иное как инструмент борьбы с инфляцией мы знаем что инфляция растет официально инфляция погоду сейчас превышает таргет на почти процентный пункт 5 и 2 процента но это официально конечно реально эта инфляция намного выше и опасения дальнейшего роста инфляции конечно же существует поэтому конечно же на протяжении всего периода ставку вероятно будет поднимать хорошо это или плохо для национальной валюты для курса рубля против доллара то я могу сказать так что если мы отметим полностью элемент политики геополитики рисков сырьевых рынков рисков там не знаю каких-то иных там может быть тени экономического плана то формально это может в какой-то мере даже немножечко поддержать национальную валюту то есть против рубля против доллара против евро но здесь мы эти выводы сейчас пока делать не будем потому что история у нас по крайней мере говорит об обратном да да конечно ставку повышали но а фактически то мы с вами увидели что рубль то у нас реагирует на вовсе совершенно другие виды и вещи которые происходят на рынках в том числе в политике в политэкономии так это вот таким простым словом назовем и если опять-таки вернувшись к истории например тех же санкций то например в европе сейчас насколько вот и новости показывают разрабатывают там очередные меры санкционного давления на россию но на самом деле эта тема она мало вероятно повлияет на валютную пару доллар рубль и на рынок в целом потому что уже поговорят о том что эти санкции они не будут иметь какого-то серьезного значения и они не будут направлены против каких-то крупных компаний скорее всего это будет такой знать какие-то персональные точечные против конкретных лиц и я думаю что на экономику то явно не отразится и так давайте подведем итог с по валютной паре доллар рубль что нам ожидать буквально вот например на ближайшую перспективу и кстати говоря вот еще индекс страха давайте посмотрим индекс страха это у нас индекс волатильности то есть когда идет всплеск это значит что наблюдается какие-то неспокойные времена то есть какие-то опасения у инвесторов но по крайней мере по итогам вчерашних торгов индекс страха поднялся на четыре чуть более четыре с половиной процента это может говорить о том что некоторые все-таки опасения существуют про этот пузырь не будем забывать про напечатанные доллара не будем забывать в любой момент может бахнуть тут следим за ситуацией прямо очень четко и на регулярной основе ну а что касается на ближайшие перспективы то валютная пара доллар рубль я полагаю будет продолжать слабнуть по отношению к доллару и мы с вами должны получить сигнал но сигнал к такому локальному повышению до района 76 77 рублей вероятно будем получать при пробое отметки 74 с половиной рубля за американский доллар поэтому сегодня есть вероятность дальнейшего движения именно вот движение вверх в сторону на роста доллара против рубля но а пока что потолок у нас приходится на отметку 76 рублей за американский доллар но мы следим за ситуацией поэтому подписывайтесь на канал подписывайтесь на телеграм-канал и уже будем следить вместе за историей пока на сегодня все спасибо за внимание до встречи в следующих обзорах